Гипертрофия Это медицинский термин, обозначающий увеличение органа или определенного типа ткани организма. В спорте речь идет о мощечной гипертрофии или о процессе набора мощностей. В противоположность этому, атрофия характеризуется уменьшением массы и объема тканей. Фактически гипертрофия связана со способностью мощечной ткани приспосабливаться к нагрузке, что увеличивает как силовые показатели, так и степень капилляризации. Различные виды тренировок по-разному влияют на мышечную гипертрофию. Первые условия запуска процесса в гипертрофии мышц – состояние, при котором синтез сократительного мышечного белка превышает его деградацию. Другими словами, организм должен получать больше белка, чем расходует, как для поддержания метаболизма, так и для работы мускулатуры. Второе условие – физические тренировки в виде силового тренинга и выполнения достаточно тяжелых упражнений с ограниченным количеством повторов. Это активирует процессы микровоспаления мускулатуры и требует перестройки ее структуры, характеризующейся увеличением объема. Отмечу, что гипертрофия мышц означает увеличение объема существующих волокон, тогда как процесс увеличения количества волокон в гиперплазии нетипичный для взрослых людей. Говоря проще, тренировки помогают нарастить объем мускулатуры, но не увеличить ее количество. Меофибрилляция гипертрофии – это увеличение мышечных волокон за счет увеличения объема и числа миофибрил, низевидных молекул скелетной мускулатуры. Саркоплазматическая гипертрофия – увеличение объема за счет саркоплазмы, питательной жидкости окружающей мышцы. Меофибриллярная гипертрофия характеризуется сухими и подтянутыми мышцами, тогда как саркоплазматическая – более объемными и накаченными. Тренировки в бодибилдинге преимущественно ориентированы на саркоплазматическую гипертрофию, воркауте и кроссфите на миофибриллярную. Тренировки на гипертрофию подразумевают регулярный прогресс. Он может выражаться как в повышении рабочих весов, так и в увеличении количества повторений или замена упражнений на более сложные. Собственно, гипертрофией является реакцией организма на постоянно возрастающую нагрузку. Специфика нагрузки, то есть выбор упражнений и стратегий тренинга, а также используемое спортивное питание определяют, какой именно тип гипертрофии будет использован для восстановления. Кроме этого, мышцы ног лучше реагируют на саркоплазменную гипертрофию, а мышцы верхней половины тела на миофибриллярную. Способность организма к восстановлению. Третий фактор, влияющий на гипертрофию, потенциал организма для восстановления, выражающийся в способности тканей усваивать энергию белков и углеводов. Речь идет как о выработке гормона инсулина, он работает как ключ, позволяющий клетке принимать энергию, так и об уровне тестостерона, кортизола и прочих гормонов. В частности, чрезмерная выработка кортизола характеризуется повышенной утомляемостью и тенденцией к катаболическим процессам в мышцах. Эффект усиливается недостатком калорий в питании, типично для сушки и чрезмерно активными тренировками. Важно и то, что в долгосрочной перспективе тренировки и на гипертрофию способны приводить к перетренированности, то есть необходимо чередовать тяжелые циклы набора массы с несколькими месяцами более легких тренировок. Для достижения саркоплазматической гипертрофии и увеличения объема мышцы идеальным является выполнение от 8 до 10 повторений упражнений в суммарных 4 подходах. Последние повторения должны выполняться до отказа, то есть до ощущения, что мышца не способна выполнить сокращение для подъема веса. В свою очередь, для достижения миофибриллярной гипертрофии и увеличения выносливости необходимы тренировки с высоким количеством повторений и с приложением относительно небольшой силы. Например, катание на лыжах, марафонский бег или круговые тренировки. На процессы роста и восстановления мышц влияет прием креатина, аминокислот, BCAA и быстрых протеинов. Сырочный протеин может служить добавкой к основному питанию, однако он не имеет существенных преимуществ для гипертрофии по сравнению с прочими источниками белка. Напомню, что креатин и BCAA влияют на процессы использования энергии в мускулатуре, а быстрые углеводы после тренировки, например, мальтодекстрин в составе гейнера останавливают катаболические процессы, переводя организм в режим роста. Гипертрофия и мышцы – это процесс увеличения мышечного волокна и окружающей его питательной жидкости. Саркоплазмы силовые тренировки с тяжелым весом и низким количеством повторов развивают больше и влияют на саркоплазмастическую гипертрофию, функциональный тренинг и кардио на миофибриллярную. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok